привет привет друзья мои иногда вы знаете настолько красивые камелии огромные вот бывают мелкие а бывают прям такие огромные эти цветы смотрите какие они большущие сегодня хочу с вами знаете что обсудить интересно когда я вам рассказывала мистику которая произошла со мной ну во первых там меня конечно спрашивают а что сейчас случилось с этим вашим домом и с этой вашей квартиры где она что она но я говорю что я ее давно уже продала ну так вот конечно же многие мне не поверили по поводу этого моего рассказа мистического да и поверить то трудно конечно я говорю если кто сам этого не ощущал то поверить сложно потом многие пишут но увы сказочница такая сказочница но то есть имеется ввиду что в легкой форме мне намекают на то что я вружка такая а я то вот говорю что понимаете столько было у меня таких случаев всяких разных моей жизни что мне придумывать даже и не надо просто рассказывать случаи жизни ну хотите верьте хотите нет и вот одну из таких историй реальных я вам сегодня еще хочу тоже рассказать так вот я когда жила и работала в архангельске еще была молодой красивой много-много лет назад это было я ездила на изыскание в общем то почему я поехала на изыскание я могла бы сидеть себе спокойно в проектном институте я работала тоже наверное кто слушает мои истории знает но вот понимаете мне не сиделось тогда тем более молодости я не могла усидеть на одном месте за столом долго ну и потом я думала что я же если уж приехала в такой красивый край северный если я приехала здесь природа такая шикарная ну что ж я буду сидеть в этом проектном институте и ничего не увижу я вызвалась сама предложила себя ездить на изыскание а что такое у нас было изыскание это у нас был такой маленький 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 отряд или даже сказать группа группа три девушки вот я была тогда гидротехник миллиоратор и была с нами почвовед тоже девушка и была с нами агро агрохимик по моему как-то тогда агроном и нам давали машину автомобиль шикарный такой знаете оборудованный в общем-то как уазик открытый как уазик ну в общем вот такая вот была у нас группа и мы ездили по всему по всей области архангельской огромной я ездила вот так вот на эти изыскания течение наверное 8 лет и мне очень нравилось уже так вот однажды в одном из таких наших походов одной из такой поездки это был устьянский район если кто-то смотрит архангелогородцы то наверное тоже знаете обычный в общем-то район нормальный и мы приезжаем туда сразу мы конечно шли к директору к председателю совхоза колхоза как это там называлось говорили что вот мы приехали участке мелиорации тут посмотреть у вас он говорит да да конечно мы вас ждем но вот как-то неудачно сегодня немножко даже не сегодня неудачное время вы приехал что здесь как раз пришла сводка вот несколько дней назад там убежали из заключения какие-то зэки несколько человек по моему там он сказал то ли пятеро и в общем неизвестно где их уже ищут давно но они могут найти вот он говорит что я не знаю как тут чего я вам наверное дам кого-то в сопровождение когда будете ходить ну хорошо ладно да конечно конечно же мы девчонки нам страшно и он говорит так как у нас нет никакой гостиницы тут никакого дома для приезжих то я вас поселю у нас там в конце деревни есть пустующий дом заброшенный ну не заброшенный но пустующий он нормальный вот мы его как бы как раз и используем вот для таких случаев для приезжих ну вот будете там жить ну хорошо ладно на то мы порешили на следующий день с утра нам надо ехать мы подходим за этим сопровождающим подъезжаем вернее туда опять к центральной площади где у них сельсовет и все остальное прочее и там собрался народ местный местные жители там возле магазина как обычно это у них прям там чуть ли не целое собрание и они что-то вот так обсуждают бурно мы подходим конечно же тоже послушать что же там такое случилось что они так все возбуждены и слышим такую историю что вот вчера как раз чья-то собака бегала бегала по лесу довольно большая собака что вы думаете она притащила из леса внимание тут как говорится слабонервным прошу дальше не смотреть и увидите детей от экранов да притащила собака кисть человеческой руки представляете друзья ну вот ну вот скажите пожалуйста ну как я могу вот это вот все придумать да рука отрубленная рука какая-то вся в грязи там я не знаю в общем такого вида ужасного но тем не менее вот собака ее притащи эту руку из леса и там уже ходят такие разговоры что вот это наверное вот те вот зеки которые убежали они уже больше недели их найти не могут они прячутся их там было много и скорее всего они одного какого-то из-за того что отчета жрать надо они одного какого-то грохнули и съели наверное нам конечно весело было это все услышать я говорю весело в кавычках уж понимаете да ну то есть напрягли нас очень сильно ну нам ехать все равно работу свою делать пришел там мужичок тоже по моему агроном совхозный он поехал с нами на этом нашем уазике мы целый день там благополучно ходили брали отборы почв там я там описывала все ручьи в общем у нас такая была знаете визуальное наблюдение смотреть пригоден или не пригоден участок который вот они хотят использовать под осушение использовать для мелиорации вот такая была работа мы возвращаемся домой после своего трудового дня нас привозят туда вот в этот вот дом на окраине деревни очень удачное месторасположение как говорится как раз здесь со всеми этими событиями то лучше место и не придумаешь для трех молоденьких девушек да чтобы их поселить в где-то в самом конце на краю деревни в пустынном доме ну знаете это может быть сейчас вот мы такие умные уже с возрастом да а а тогда как-то все это проще ну и думаешь если поселили ну значит ничего не должно случиться все нормально ну вот мы вечером расположились там я же говорю нас трое лера марина и я девчушки приготовили мы себе поужинать поели немножко так уже дело к вечеру спать все темно кругом и вдруг что вы думаете там обычно эти дома северная ну по-моему не только северная вообще русские все дома они же состоят из нескольких помещений то есть жилое и нежилое знаете да я сейчас прям боюсь ошибиться потому что я все-таки городской житель по моему вот это вот когда они жилое помещение называется горница что ли как не знаю даже если там несколько каких-то комптента а вот нежилое называется сени ну не знаю я как называется в общем вы меня поняли и вот в этих вот ценях как раз там находится туалет туалет свободного падения такой тоже в этой бревенчатой избе да перед сном надо идти в туалет мы еще конечно же не очень так не сказать что боимся ли что такое короче пошла и одна из нас в туалет я уж не помню кто вдруг она возвращается оттуда с квадратными глазами залетает закрывает на крючок эту большую огромную дверь и говорит представляете там я в туалет зашла а там за стеной за стеной кто-то ходит так ходит топочет вот наше состояние после этого когда мы такое услышали боже мой но тогда не было мобильных телефонов я же хочу еще это тоже подчеркнуть для тех кто может быть и не знает вот этой всей жизни то тогдашней это были восьмидесятые годы на конец семидесятых начало восьмидесятых вот как то так в общем за стеной кто-то ходит топочет именно в нашем доме понимаете вот вот что делать мы притихли напугались выключили свет везде стали выглядывать в окна смотреть а окна кстати у нас как ни странно никаких занавесок нет а только там газетами заклеены стекла ну в общем страсть невыносимая помощи нам как вы понимаете ждать неоткуда на на конце самом самой этой деревне тут кричи не кричи никто не услышит все равно что делать мы немножко подождали так вот первый шок прошел но тут же еще вы понимаете это же то что вот мы все это услышали узнали да про этих беглых зеков но тут все оно соприкасается одно с другим вот такие страсти были еще при том накалены и мы очень перепугались спустя какое-то время мы решили все-таки пойти все втроем взявшись за руки одному страшно послушать что уж там все-таки такое происходит мы туда выходим опять потихонечку там по моему у нас был то ли топор то ли что по моему даже мы еще и топор взялись на всякий случай вот выходим туда крадемся заходим туалет слушаем 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 слышим точно кто-то внизу уходит да так сильно прямо топ 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 ой ну тут уже как-то знаете страшно невозможно и мы продолжаем прислушиваться думаем может быть какие-то разговоры понимаете ну что-то хотя бы еще такое услышать что они там вообще хотят что они там ходят мы же так-то понимаем уже себе представляем что ходят там вот эти вот которые сбежавшие и которые съели своего собрата представляете ну и что вдруг такой звук вот именно звук был ну вполне понятный что происходит это просто фыркнула очень сильно лошадь фыркнула и задышала и опять за переступала за переступала ногами за тупо тело представляете и оказалось вот так вот все очень просто что там внизу стояла лошадь и она вот это вот тупо тело там вечером у нас конечно отлегло мы обрадовались что боже все так классно на самом деле там стали заглядывать в эти дырочки которые там в большом количестве щели и увидели что там действительно и при том что не одна а целых две лошадки стоят внизу кушают сено и вот они вот так вот переставлю переступают ногами и такой звук как будто кто-то ходит тупо тень тупо тенье такое друзья мы очень были рады ну и конечно же на следующий день мы пришли туда опять совхоз мы пришли к этому директору и сказали ему ну что же вы нас так напугали там у вас оказывается в этом доме лошади лошади а он говорит ой да мы вам забыли сказать у нас там две лошадки они все время там привязывает их конюх им негде ночевать у нас конюшни то нет а вот эти лошадки такие на ней они смирные они хорошие их вот у них на ночь привязывать мы днем так надо же было нам сказать мы же напугались ну вот друзья вот такая была история смех или слезы тут вам решать самое интересное что она же опять понимаете история но не выдуманная история история именно самая жизненная и самая натуральная и ничего прямо вот говорю я ничего не придумала все было на самом деле так а если бы я придумывала понимаете то у меня бы там конечно за стеной были именно вот эти вот беглые беглые зеки но нет там были всего лишь навсего лошадки такие истории вот друзья все пожалуй на этом я свою историю вам рассказала спасибо тем кто досмотрел до конца опять же пожалуйста ставьте лайки кому понравилось не забывайте смотреть рекламу всего вам доброго пожалуйста берегите себя увидимся пока пока